История российского владельца латвийского рыбного завода от Дениса Скобелкина. Поделиться-поделиться твитмур Денис Скобелкин, справа, и его бизнес-партнер Алексей Михайлов. Фото с личной страницы в Facebook «Шпротные войны. Как пострадали латвийские предприятия от санкций» В 2003 году бывший топ-менеджер НГК «Славнефть» ИГК «Еврахим Денис Скобелкин» основал компанию «АТК» и выкупил у латвийского банка обанкротившийся рыбный завод «Себеогребаемость». Стоимость предприятия не превышала цену небольшой квартиры в Москве. Предпринимателю достался обветшалый производственный комплекс в портовом городке Мерсрак с устаревшим оборудованием, установленным в начале 1980-х годов. Его требовалось заменить, чтобы предприятие могло получить сертификат соответствия и продавать продукцию в Латвии и других странах Евросоюза. Для этого предприниматель использовал собственные средства, а также взял кредит в одном из банков. Всего на переоснащение предприятия предприниматель потратил около 15 миллионов. До 60% расходов ему компенсировали структурные фонды ЕС, которые выделяли финансирование для стабилизации экономики наименее развитых стран Евросоюза. После реконструкции предприятия месячный объем производства составил 240 тонн. Завод, на котором работало 350 сотрудников, выпускал до 70 видов консервов из лососа, сельди, скумбрии, сардин, но основным продуктом сабиодриба оставались шпроты из кильки или салахи. Во времена СССР шпроты считались одним из главных праздничных деликатесов и визитной карточкой Латвии, наряду с духами дзентарс и стиральными машинками Рига. Даже после распада Советского Союза Россия осталась основным рынком сбыта продукции для латвийских рыбных заводов. Согласно торговой статистике ООН, в 2004 году доля экспорта переработанной рыбы российским дистрибьютором составляла в 36%, или 29 миллионов долларов. Это давало возможность России использовать экономические рычаги и влияние на соседа. Например, когда в середине 2000-х годов в Латвии обострился вопрос со статусом русскоязычного населения, Россельхознадзор сперва ограничил, а затем запретил ввоз шпроты другой консервной продукции из Латвии. Формальной причиной эмбарго стало несоответствие с санитарным нормам. В консервах обнаружили повышенное содержание бензопирина. Это вещество, которое образуется при копчении. В Евросоюзе допустимые нормы бензопирина составляли 5 микрограммов слэш-КГ, в России – 1 микрограмм слэш-КГ. Конфликт разрешился в 2008 году, когда Россия приняла европейские стандарты, повысив максимально допустимое значение бензопирина до 5 микрограммов слэш-КГ, и отменила ограничения на обвоз. Из-за этого, и под влиянием финансового кризиса 2007 года, к 2008 году объем экспорта консервной продукции из Латвии в Россию упал до 17,3 миллиона долларов. Стоит отметить, что в общем объеме экспорта товаров из Латвии Россия не занимает лидирующего положения. В середине 2015 года Россельхознадзор снова запретил ввоз консервной продукции из Латвии и Эстонии из-за превышения бензопирина. Как сообщал ББЦ глава пищевого департамента продовольственной ветеринарной службы Латвии Эрнест Завадскис, бензопирин накапливается во время технологических процессов во всех видах копченой продукции, всегда будут отклонения от норм. Вопрос, насколько часто это происходит и на каком уровне? По словам Завадскиса, Россия и ЕС по-разному реагируют на случай нарушения технологического процесса. Если Европейский Союз изымает из оборота только бракованную партию, то Россия запрещает ввоз целой категории товаров, консервов и даже замороженной рыбы. Латвийские производители рыбной продукции потеряли возможность экспортировать товар не только в Россию, но и в другие страны Таможенного Союза, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Согласно торговой статистике ООН, с 2013 по 2016 год объем экспорта консервной продукции из Латвии упал со 109 миллионов долларов до 66 миллионов долларов. Все литовские предприятия практически закрылись. Эстонские предприятия, кроме одного, тоже закрылись. В Латвии на сегодняшний день барахтается порядка пяти компаний, которые могут пока что-то делать и имеют финансовую подушку, рассказывает Денис Скобелкин. Вынужденная экспансия в 2014 году завод Скобелкин экспортировал в Россию до 50% продукции, или 8,6 миллиона банок. Но на фоне конфликта вокруг Крыма Россия пошла на конфронтацию с западными странами, и предприниматель ощутил опасность. Он хотел диверсифицировать сбыт, увеличить поставки в другие страны и сократить долю шпрод за счет продаж более маржинальных консервов из сардин, лососа, скумбрии и сельди. В России у компаний не было собственного бренда. Завод производил продукцию по дуэтилабель для дилеров, одним из которых была компания «Вкусные консервы». Чтобы увеличить продажи в других странах, предприниматель разработал бренд Курисия и улучшил дизайн упаковки. Произвести рыбу – это одно, а сформировать восприятие продукта в каждой стране – это другое. Нельзя сделать одну и ту же банку и везде ее продавать, рассказывает Скобелкин. В первую очередь Скобелкин решил увеличить присутствие на рынке Евросоюза. Но обнаружил, что не может конкурировать с европейскими производителями, а кроме того, что местные потребители консервативны и не готовы пробовать продукты от неизвестных производителей. Вы приходите в крупные сети и предлагаете продавать рыбные консервы по 0,5 за банку. А они говорят, что у них на полке уже стоят консервы из Германии по 0,47 точка у нас в голове не укладывается, как немецкая продукция может быть с такой себестоимостью. Европейские сети не хотят менять ассортимент, а покупатели – пробовать новое. Также предприниматель попробовал выйти на рынок Китая. Ему казалось, что из-за большой численности населения рыбные консервы будут пользоваться спросом, и он сможет сократить долю поставок в России. Для Китая предприниматель разработал бренд рыбных паштетов Petit Party. И хотя на выставках китайские дистрибьюторы оставляли положительные отзывы о продукции, предпринимателю не удалось вывезти продукцию в эту страну. Тайцы делятся на северных и южных. У них разная культура потребления продуктов. Южные китайцы не любят консервы и не понимают, что это такое. А северный Китай забит консервами со стороны России. Конкурировать с российскими производителями из Дальнего Востока не получалось из-за расходов на транспортировку. Предпринимателю требовалось сперва отправить товар в Гамбург, а оттуда морем, до Китая. Российские компании тратили на логистику на порядок меньше и могли предложить более конкурентоспособную цену. Паштет и петит пати – американская мечта основными покупателями консервов Саби и Гриба Эмс, например, в Германии, Израиле или США оставались граждане бывшего СССР. Они предпочитали привычную продукцию – шпроты, и не были готовы переплачивать за консервы из лосося. Энический рынок нам не нравится, потому что он очень капризный к перепадам цены, а борьба, между производителями, идет за третий знак после запятой. Объем продаж не меняется из года в год, рынок не увеличивается, рассказывает Скобелкин. Предприниматель хотел, чтобы в США продукция его предприятия вышла за пределы магазинов на Брайтон-Бич и стала продаваться в крупных торговых сетях. Первым делом Скобелкин открыл в США юридическое лицо и склад, а также нанял сотрудников, отвечавших за продвижение марки Purisio. В США с вами будут разговаривать только в том случае, если продукт действительно находится в Америке и его продает американская компания. Они не хотят вести дело с европейскими компаниями, тем более из непонятной страны Латвии. После этого с середины 2014 года представители Purisio стали участвовать в выставках для ретейлеров и производителей, чтобы найти потенциальных покупателей. Однако со временем Скобелкин обнаружил, что эта стратегия не работает. Ретейл в США устроен иначе, чем в России и Европе. Работая с Россией, Скобелкин продавал консервы дистрибьюторам, которые самостоятельно занимались ввозом продукции в страну, переговорами с таможней, продажами в розничные сети и проведением маркетинговых акций. Единственное, что требовалось от производителя, создать продукт, пройти сертификацию и предложить оптимальную закупочную цену. Чтобы привести продукт на американский рынок, иностранный производитель должен самостоятельно вести переговоры с таможней и получить одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. После этого, когда продукт уже находится на складе в США, производитель все равно не сможет выйти на дистрибьюторов. Для этого ему необходимо обратиться к брокеру. Это консультант, который занимается оформлением документации продукта по требованию дистрибьюторов и ведет переговоры с представителями сетей. За свои услуги он берет от 2000 долларов до 10000 долларов в месяц в зависимости от квалификации. Брокер может специализироваться на определенных сетях – Уалмарт, Уоллифоотс, или на определенном регионе – Восточное побережье. Сети не рискуют вести дело с неизвестными игроками, которые могут подвести по качеству или сорвать сроки, потому что многие крупные ретейлеры заключают договоры на поставку за 1,5-2 года. Поэтому без брокера выйти на дистрибьютора или сеть невозможно. В Европе вы приходите на встречу с представителями сети, открываете банку и говорите «Тробы». Немец, румын или француз попробует и говорит «Вкусно». Потом он ставит продукт на полку. В Америке мы тоже пытались открывать банки и устраивать дегустации, но нам говорили «Не надо, здесь так не торгуют». Тогда Пурисия наняла брокера, но ситуация не изменилась. Чтобы в США товар попал в розничную сеть, брокеру требуется сперва заинтересовать дистрибьютора, который добавит его в листинг. Особенность американского рынка заключается в том, что тебе никогда не говорят «нет». «Ты приезжаешь на выставку, тебе подходят улыбчивые люди и говорят, что продукт классный. Но дальше ничего не происходит», рассказывает представитель Пурисия Никита Келлерман. Он отвечал за выход продукта на рынок США. Ошибка Пурисия заключалась в том, что компания пыталась продавать в США продукт, который успешно продавался на других рынках, не адаптируя его под предпочтение американских потребителей. Так делают большинство экспортеров, у которых не было опыта работы с Америкой. Американский рынок так не работает, местные покупатели избалованы и ленивы. Они ожидают, что вы сами предложите интересный пробивной продукт. Более того, США – это зрелый рынок, где представлены продукты питания едва ли не со всего света. Удивить потребителей и предложить товар, который они запомнят и будут регулярно покупать, сложно, особенно если речь идет о консервированной рыбе. Еще сложнее удивить дистрибьюторов, перед ними стоит очередь производителей со всего мира, которые хотят попасть к ним в листинг. Если их продукт ничем не отличается от тех, которые уже продаются в сетях, дистрибьютор возьмет их на заметку, но в листинг добавит только после того, как там освободится место, например, если кто-то из поставщиков обанкротится или подведет. Может пройти три или пять лет, прежде чем ты попадешь в список дистрибьютора, а через него добьешься рассмотрения в сети, поясняет Келлерман. К 2016 году Отк потратила на выход в США 200 тысяч долларов, однако ни один дистрибьютор так и не включил бренд Purisya в свои списки. Разработать продукт с нуля юридическое лицо Отк в США возглавлял партнер с Кобелкина Алексей Михайлов. Бюджет компании, рассчитанный на покорение американского рынка, тая, и он уже подумывал о закрытии филиала. Но однажды его познакомили с бывшим сотрудником Мичкинси и Александром Рубином. Увалившись, он открыл собственную компанию и занялся частной практикой в области маркетинга на рынке и в МЦГ. Он жил в США с 14 лет и долгое время работал с ретейлерами. Компания Рубина предложила разработать продукт для США, и Михайлов решил рискнуть. Американские маркетологи изучили производственные возможности завода, оценили полки в торговых залах сетей, купили продукцию конкурентов, проанализировали внешний вид их упаковки и состав продукции. Алекс Рубин предложил отказаться от выхода в сети вроде Walmart, где продается продукция низкого ценового сегмента и консервный завод из Прибалтики не смог бы конкурировать с другими производителями. Вместо этого маркетолог посоветовал сосредоточиться на среднем ценовом сегменте рынка здорового питания. Это магазин уровня Wally Foods, аналог азбуки вкуса в России, в таких сетях производитель может устанавливать более высокую маржу. Оценив рынок здорового питания, маркетолог увидел, что в категории продуктов для людей, занимающихся спортом, представлено много напитков, батончиков, продуктов из злаков, но не от рыбы. Он предложил разработать первый снег из рыбы для спортсменов-любителей. Из-за того, что американский рынок продуктов перенасыщен, потребители обращают внимание на заверения производителя – шлемс. Это значки, которые выносятся на упаковку. Например, не содержит блютина и дрожжей, для вегетарианцев, кошерные и так далее. Компания Алекса Рубина изучила, какие значки имеют значение для людей, ведущих здоровый образ жизни. После этого он составил техническое задание для дизайнеров и технологов завода на производство подходящего продукта. В результате компания создала бренд Puri Seabrisning Sardines, снег из консервированных шпрот для людей, которые занимаются спортом. В линейке 5 вкусов – шпрот и в минеральной воде, масле, томатном соусе, острые и в соусе BBQ. Мы увидели, что почти у всех производителей однообразный дизайн. Рыбная консервация испокон веков ассоциировалась с бородатыми мужиками, которые тянут сеть из воды. А мы понимаем, что так делать уже нельзя. Жизнь движется. Сегодня другие тренды – спорт и экологически чистые продукты. Когда продукт был готов, маркетолог помог просчитать его розничную цену, сколько будет зарабатывать дистрибьюторы сеть, а также какие скидки можно дать во время сезонных распродаж. Если ты приходишь на переговоры без полного понимания того, как участник цепочки продаж будет работать с твоим продуктом и сколько сможет на нем заработать, то переговоры пройдут хорошо, но безрезультатно, отмечает Никита Келлерман. После этого произошел перелом, компания поняла, как именно позиционировать товар на встречах с дистрибьюторами и представителями мелкого ретейла. Мы говорили, что это первый таргетированный на спортсменов рыбный снег, и у них такого продукта на полках нет. Презентация и хорошая упаковка производили на людей впечатление. Адг заплатила за консультации около 120 тысяч долларов. Эти вложения помогли увеличить продажи латвийского завода на американском рынке в 31 раз. Выход в Олифоотс и Амазон. Прежде чем начинать переговоры с дистрибьюторами Олифоотс, поставками в эту сеть занимаются компании Ульфике. Курисия решили протестировать новый продукт на независимых ретейлерах. В качестве отправной точки руководство выбрало Флориду, контакты с местными региональными сетями супермаркетов были проработаны лучше всего. До 80% магазинов покупали пробные партии продукта после презентации. Через три месяца компания продавала товар 73 клиентам. Проанализировав продажи, Курисия сократила линейку Брислинг Сардинис до пяти видов консервов. Убрав несколько неходовых позиций во второй половине 2016 года представители бренда отправились на встречу с дистрибьютором Унифи. Они рассказали о продукте и показали статистику продаж за квартал. Унифи согласился включить продукцию по ресерв-листинг и пригласил компанию принять участие в закрытых выставках. Есть выставка Funchy for Odd, на которую приезжают многие компании из России. На мероприятия приходит много народу, в том числе и простые студенты, поесть. Дистрибьютор пустил нас на свою выставку, куда приходят знакомиться его проверенные поставщики и сети, с которыми он работает. Там мы заключили более 60 контрактов с сетями. Продукция компании стала продаваться в Kings, Martin Williams, Giant Ford и других магазинах. После первой успешной выставки PuriSea начала PR-компанию, бренд подготовил пресс-релиз о том, что на рынке появился новый игрок с необычным продуктом, который вызвал большой интерес закупщиков. Компания отправила документ в редакции специализированных СМИ, которые пишут о ретели и продуктах питания, а также в CNN и Fox News. После этого с PuriSea связались представители у Олифаоц и пригласили на встречу. После презентации они сказали, что Брислинг Сардинис – интересный продукт и совпадает с их концепцией. У Олифаоц хотели поставить нас в конец листинга в 2018 году. Наш сотрудник поинтересовался, что нужно сделать, чтобы попасть в листинг в 2017 году. Им понравился такой пробивной подход, и мы встали к ним на полки. После этого руководитель американского представительства завода Алексей Михайлов решил открыть продажи через Амазон. Однако он столкнулся с проблемой. Поскольку интернет-магазин продает товары по всему миру, то компания с маленькими объемами продаж не сможет зарабатывать, вся марша уйдет на оплату административных и курьерских издержек. Существовал и альтернативный вариант – воспользоваться услугами фолфилмента от Амазон. В этом случае интернет-магазин автоматически отгружал дупродукцию покупателям, но в конце месяца брал дупо 50 центов за каждую непроданную банку, что также съедало бы маржу при маленьких объемах торговли. Чтобы успешно продавать через Амазон, требуется правильно оформить объявления и уметь дешево привлекать целевой трафик. У сотрудников компании такого опыта не было. Тогда бренд нашел другой выход. Представители PuraSea познакомились с компанией, которая специализируется на продаже продуктов питания через Амазон. Они заключили соглашение и стали продавать продукцию с помощью партнера. Подробности соглашения Кейлерман не раскрывает. Если в 2014 году Савиадри Баимс продавала в США около 45 тысяч консервов, то спустя три года – 1,4 миллиона. Выручка компании на этом рынке за 2017 год составила около 4,3 миллиона долларов. Продукция для вегетарианцев рыба, естественный источник кислот омега-3 и омега-6, фосфора и других микроэлементов. Тем не менее, создавая Брислинг Сардинис, заводским технологам пришлось поработать как с технологиями производства, так и с ингредиентами, чтобы продукт соответствовал предпочтениям целевой группы. Например, они полностью отказались от копчения шпрот, заменив его термической обработкой. Это позволило исключить содержание бенспирина. Чтобы получить необходимые витамины, например Е, технологи стали использовать только подсолнечное масло. А чтобы увеличить содержание в продукте антиоксиданта ликопена, повысили массовую долю сухого вещества в томатной группе. В США многие потребители увлечены правильным питанием, органическими продуктами и вегетарианством. Для них важно, чтобы на упаковке товара стояли подходящие значки «Шлемс». Они побуждают их выбирать именно этот продукт. В 2017 году продажи веганской продукции в США выросли на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составили 3,1 миллиарда долларов. Видя спрос, бизнесмены планируют выйти и на этот рынок. Технологи Атк вместе с американскими подрядчиками потратили год на разработку вегетарианских паштетов под брендом «Имбеган». В линейке 6 видов паштетов на основе сои, 3 сладких и 3 соленых. Компания планирует запустить новый продукт в США в течение 2018 года. Затраты на разработку продукта Скобелкин не раскрывает. По словам Никиты Келлер-Манна, сейчас самое время для выхода на вегетарианский рынок для среднего бизнеса. Среди потребителей растет спрос на продукты растительного происхождения, а крупные корпорации еще не успели выпустить свои продукты. Каждый месяц проводится по 2-3 продуктовые выставки, где достаточно активно продвигается тема вегетарианства. Когда смотришь на вегетарианскую колбасу и бифштексы, то думаешь, чем только люди не занимаются. Свеклы делают все, что хочешь. У этого продукта интересная подача. Я не знаю, какое развитие получит эта тема. Вдруг британские ученые докажут, что вегетарианство вредно, и все станут есть мясо. Помощь производителям из России после удачного старта продаж консервов Брислинг Сардинис дистрибьюторы и брокеры подсказали Пурисео, что если компания хочет поддерживать к себе интерес, то ей необходимо регулярно презентовать новые продукты. В параллели с разработкой вегетарианских паштетов представители Пурисео стали вести переговоры с производителями продуктов питания из России и предлагать им заключить партнерство для выхода на рынок США. Для этого Никита Келлерман и Алексей Михайлов открыли компанию Libertad Radio Ampersand Exports. Мы предлагаем другим производителям пройтись по той же схеме, что и мы, сделать исследование, понять уникальную концепцию для продукта, приготовить материалы и документы, ударно выступить на выставках и презентациях для дистрибьюторов, продаваться на тех же условиях, на которых продаемся мы, но через наш склад. Если у нас вся работа заняла порядка двух лет, из них был год мытарств, когда мы вкладывали деньги без результата, то сейчас у нас есть отстроенная система, доверие и понимание. По оценке Келлерманна, срок выхода на американский рынок можно сократить до 11 месяцев. При этом продукция производителей из Восточной Европы будет продаваться со склада Пурисия в Амазон, у Олифаоц и другие сети.